Привет! В видеопокупках я пару дней как бы ходила по магазинам, что-то там себе смотрела, искала. Я уже скоро переезжаю в Техас, в октябре даже уже. То есть, думали в декабре, теперь ещё сделали раньше в октябре. Вот. Очень ужасно, это не хочу. Я такой человек, я всё всегда негативно вижу, есть какие-то перемены, у меня сразу всё плохо и сразу всё ужасно. Поэтому я для себя стараюсь найти позитивные вещи. Что позитивного, что я уезжаю в Техас. И одна вещь, которая позитивна, что я могу сейчас без конца покупать летние вещи. И не надо задумываться, что скоро осень, что я должен начинать покупать вещи на осень. Я могу тратить деньги на летние, летние, много-много-много летних вещей. Это же позитивно. Так что начну я с того, из, там, не знаю, ухода и так далее. Или вообще, всё начну. Была барахолка пару дней назад, мне чисто случайно в нашем районе увидят. То есть, она очень была маленькая. Я очень люблю ходить по базару, по барахолкам таким. Просто интересно, иногда такие классные вещи можешь найти просто. И, упс, я что-то для себя нашла. И очень рада. Матрёшку. Что мне в ней понравилось, сейчас я вам расскажу. Такая огромная матрёшка. К сожалению, здесь только у нас две. Здесь должно быть ещё, по идее, больше. Видимо, потеряли или что. Что мне в этой матрёшке понравилось? Конечно же, я не разбираюсь, но мне кажется, это, наверное, какая-то типа старомодная или что. Потому что все матрёшки, которые сейчас я в русских магазинах вижу, они там яркие цвета и золото, там такие все модницы. А это такие вот простые, вроде бы какие-то грустные матрёшки. Очень они мне понравились. За 4 евро я купила. Я очень люблю матрёшки. Я очень люблю иконы. Я не знаю, почему. Вообще, я ещё думаю, в ближайшее время себе купить коллекцию матрёшек, которые ещё больше, чем эта. Они прям все золотые. И они такие красивые. Но стоят они 60 евро. Я вот хочу найти в интернете, если дешевле найду то же самое, то попрошу мужа, чтобы он купил. Потому что я знаю, в этом месте, где там по 60 евро эти матрёшки стоят, они очень накручивают цену. Поэтому на такие красивые матрёшки я ещё никогда в жизни не видела. Потом ходила в магазин, который называется Тедди. Там как бы много чего есть. Там есть и одежда, и для дома, и для зверей, и для кухни. То есть это такой вот очень дешёвенький магазин. Там всё подряд. Там тоже надо ходить, сыриться, смотреть, искать. И там есть бижутерия. Иногда даже такая бижутерия ничего. Такой ничего, красивый. И я для себя нашла за один евро такую типочку на ногу. Жалко, что она типа не была золотая, потому что мне не нравится серебро. Да, я люблю типа золотое. Но я просто фанат типочек на ноге. Я их ношу круглый год. Зимой, когда никто не видит, у меня всё равно будет типочка на ноге, пока она не отвалится сама. Я очень люблю. Вообще, мне так кажется, очень красиво смотрится. Летом каблучки, красивая стройная девушка. Потом такая красивая типочка. Не знаю. Я уже к этому так привыкла, что я без этого просто меня вы никогда не увидите. Потом купила серёжки, которые вообще-то не мой вкус. И как-то они странные, но не очень понравились цвета и такого для лета. И были они на распродаже за 50 центов, и я не сдержалась. Такие вот серёжки. Кому-то они покажутся страшные, но мне они очень понравились. Такие вот красивые яркие цвета. Мне кажется, на лето очень прикольно. Потом такой наборчик за евро 50. То есть такие вот у нас цветочки, такие бусинки. И у меня в ушах сейчас такие вот серёжки, которые мне безумно нравятся. Такие вот бантики с камушком. Очень красиво смотрятся. Видя такие типа искала серёжки, я их находила там по 5, по 6 евро. Здесь за евро 50 ещё такой набор. Не смогла сдержаться. Я себе купила такие маски для лица. Их тоже продают в ДМ. Обычно они стоят по 99 центов. Я не знаю, если это зависит от магазина или зависит от этой компании. Но в Шлекере они сейчас на скидке стоят 49 центов. В ДМ тоже бывают часто скидки на них. Но я сейчас не знаю, если это одновременно или от чего-то зависит. Очень эти маски люблю. И, к сожалению, вообще не понимаю, почему этих маски не могут продаваться в нормальных огромных бутылок. Я бы всегда покупала, пользовалась бы, потому что эти маски очень классные. Как бы у всех один... Все они для того, чтобы очищать кожу. Но как бы здесь специально написано против прыщей. Это какая-то чёрное море маска. Это маска с клубникой. Потом я ещё купила маску, где её как бы сдираешь потом через время. Люблю эти маски за 49 центов. Далее, так как у меня ногти и ножка подросли, я себе хочу начать опять сделать френш. Так как уже, не знаю, мне это уже немножко напрягает. Вот все эти разные цвета на моих ногтях. Я что-то хочу только вот простое. И френш как раз самое тое. Как раз сейчас у меня такая длина ногти, что уже можно делать френш. Купила за 90 центов себе такие вот наклейки, или как это говорят, такие шаблоны. Здесь 30 штук. И от Essence купила себе такой вот лак. Специально для ваших, для френша, чтобы делать. Сейчас я вам открою, покажу, если я его открою. Так вот специальная кисточка маленькая, чтобы было намного легче это делать себе френш. Это пару недель или недели две назад у меня была какая-то проблема с кожей. Какое-то у меня раздражение очень началось. Я не поняла, о чём. Потому что вроде бы еда. Еда была то же самое, что я ем всегда. Наверное, там, может быть, было каких-то средств, которые я для своего лица купила. Там умывалки и так далее. То есть я не поняла, о чём. Поэтому если я просто решила купить средства, которые очищают кожу, но которые не раздражают. То есть без всяких запахов и чтобы там был нормальный состав. И на американском YouTube многие девушки советовали Сетофиль. И так как я его могла достать у нас в магазине, 10 долларов стоит. Но это очень огромная бутылочка, как вы видите. Здесь почти 500 миллилитров. Поэтому здесь абсолютно немножко надо капельку. И потом я просто по лицу всё это так делаю и смеваю. Написано, что его можно каждый день использовать. И дерматологи его советуют. То есть даже убирает макияж и убирает вашу жерноту. И там чего-то делать, чтобы и в поры он не залезает. То есть такая вот типа классная вещь. Вообще-то я ей очень довольна. Запах такой, знаете, приятный, когда у кого есть дети или у кого есть младшие сестрички, все такие вот средства для детей. Там вот, как они называются? Бюбхен и так далее. Ну, крема для детей. У них вот такой вот всегда такой какой-то запах. Это средство тоже напоминает на этот детские вещи. Вообще-то, мне кажется, даже кожа у меня стала лучше. Не знаю. Ну, кажется, да. Может, всё просто кажется. Потом для сестры я купила. Потому что у меня сестра, которая 13 лет. Она сейчас в переуходном возрасте. У неё очень-очень сильно осыпало всё лицо. У неё такие прыщи огромные. У неё весь лоб в прыщи. У неё весь нос. То есть, это просто ужас. Мне так жалко на неё смотреть, потому что у неё один гной повсюду. И как бы я ей тогда покупала клерозиль. Но как-то клерозиль ей не помог. Я нашла тоже у мужа на базе в магазине от компании Exchange Select. Тоже какой-то такой вот гель, с которым вы лицо умываете. И это специально акне-тритмент. То есть, специально для людей с акне. Не знаю, насколько он поможет. Я завтра пойду её отдам. И эта вещь стоит 3 доллара. И написано, что она... То есть, состав тот же самый, который в Нойтру Гена, в Нойтру Джина. И как бы все хвалят Нойтру Джина. Но она как бы немножко дороже. А это средство дешевле. Хотя состав тот же самый. Но просто бренд не тот. Бренд другой. Естественно, надеюсь, что ей поможет. Так как специально для акне. Посмотрим. Если нет, то будем дальше покупать средства для неё. И смотреть, что ей подойдёт. Потом я ходила в магазин New Yorker. В New Yorker я ходила с мужем. Ходила с мужем по городу. Раньше, когда мой муж был мне ещё не мужем, с ним было намного веселее ехать в магазин. Потому что, что бы я его не показывала. И спрашивала, как это мне. Он говорил всегда красиво. Сейчас, что бы я ему не показывала. Всё ему некрасиво. Что бы я ни показывала. Всё ему некрасиво. Поэтому мы пошли в город. Я уже психовала. Я уже решила идём домой. Я пойду с подругой. Или вообще без тебя. Нормально куплю вещи. Потому что я просто не могла. Всё ему некрасиво. А покупать тоже неохота, если муж некрасиво. Не знаю, как-то он. Хочется, чтобы быть ему красивой. А то, что не показывает, это самые простые вещи. Купила я пару шортов с ним, которые ему понравились. С этим шортом я же не пойду в город. Конечно, шорты красивые, коротенькие. Попочка в них классная. Очень красивый материал. Конечно, мужчинам нравится, наверное, такое смотреть. Но это вещь спортивная. Это не вещь на каждый день. Купила, чтобы ему было на чего-то смотреть, когда мы на фитнес идём. Или когда я хожу дома. Ладно. И с ним я ещё купила одну пар шортиков, в которые он сказал, что ему без разницы. Но он не сказал, что они страшны. Тоже из Нью-Йоркера. Они такие вот. Очень мне понравились шортики, потому что из этого такие вот рюшки. Так красиво, мило. С одной стороны шортики, коротенькие джинсы, а потом такая вот красивая вещь. Очень нравится этот стиль, что сломано. Кармашки у нас такие вот красивые, териточки. Пайди, очень простые джинсы, но как-то непростые. За 24 евро очень мне понравились. И тем более они немножко длиннее, чем обычно мои шорты. Я вижу, представляете, какие у меня короткие шорты, если я говорю, что эти шорты длиннее, чем мои обычные шорты. Потом ходила в магазин, где всё по 10 евро. И я сюда купила обувь. Так вот. Были очень много разных цветов. И я сюда хотела взять яркие оранжевые. Это как бы у нас бархат или что. Но оранжевый цвет дело в том, что у меня нет ни с чем оранжевый цвет одеть. И я решила, куплю сначала эту обувь. И может быть ещё куплю оранжевый потом, если другого ничего не найду. Потому что вообще-то я не любитель покупать. Как некоторые девушки покупать себе одну ту же самую майку, только в 5 разных цветов. Я лучше люблю покупать разные вещи, чем одно и то же, только разные цвета. Но они мне очень понравились. Это как раз мой стиль. Вот эти штучки здесь, что здесь открыто. И вот здесь открыто. Я просто люблю. Они очень удобны. И за 10 евро... 10 евро. Что 10 евро? Поэтому, может быть, даже ещё оранжевый себе куплю. Посмотрим. Ну, они мне очень нравятся. Очень такой прикольный цвет. К всему подойдёт. Да. В магазине за 10 евро, где я ещё купила себе красивую маечку. Её, как бы, одевать можно с леканцем, потому что она длинная. Длина этой майки как-то мне не нравится, потому что бывает такая длина майков нормальная. А эта длина такая... Как майку не поносишь, ну, как платья тоже нет. Поэтому, не знаю, но мне очень понравилась такая вот. Очень красивый, лёгкий материал летний. Такие вот красивые цветочки. Как моя подруга говорит, я девочка от цветочек, потому что я заметила, да, всё, что мне нравится, это всё с цветочками. Декольте. Я решила... Муж сказал, ему главное, чтобы была попа и грудь видна. Поэтому я решила, майки с декольте у меня вообще нету. Поэтому я решила, мужу понравится. Самое красивое тоже сзади, вот что здесь так сделано. И у нас здесь ещё вот завязывается. Очень красивая маечка. Мне очень нравится. Я прям в неё любилась. Такой красивый летний материал. Лёгкий такой, девчачий. И в этом магазине ещё на скидке за 5 евро я купила майку. Такая вот. Она, конечно, короткая, как сейчас в моде, да, чтобы майки были немножко короче. Очень мне нравится цвет, дизайн. Не знаю, как бы... За 5 евро. И последнее. В мужском отделении, в магазине С и А. Я нашла майку. Майку своей мечты. Та-ра-та-ра. Мол, кто помнит, у меня уже есть майка с бифс и батхет. Только она у меня другая. На моей майке они телефонируют, а здесь они танцуют. Я просто в неё влюбилась. Я должна была её купить. Я обожаю бифс и батхет. Эти чувачки вообще прикольные, классные. Мне прям сразу на остыне поднимается, когда я на них смотрю. Просто класс. К моей коллекции нужны были такая майка ещё. То есть вот на майке они у меня так вот танцуют. Просто класс. Такая рада вообще. Вот. Это все мои покупки, которые я сейчас сделала. Надеюсь, вам было интересно. И надеюсь, вам было интересно, как всегда. Есть ли какие-то идеи, о чём ещё могу видео снять? Что бы вас интересовало, скажите, потому что я вообще без понятий в последнее время. И если я смогу на ваш вопрос, на некоторые минуты чего-то снять, я буду знать, о чём говорить. Я с удовольствием сделаю то, чего вы захотите. Поэтому оставляйте какие-то вам интересные вещи, чтобы вы хотели ещё узнать. Хотели знать, услышаться, увидеть. Так что да. Ещё желаю вам хорошей недели. И надеюсь, что у вас погода намного лучше, чем у нас. Пока.